...посвящена Иисусу воскрешенному. Этому тема. Иисус воскрешен. Но кто Он такой? И что вообще такое воскресение? И как вообще можно понять это и принять? Как раз сегодняшнее слово очень хорошо нам это открывает. Но если вы думаете, что воскресение Иисуса из мертвых свидетельствовали те, кто очень сильно хотел это делать, то в Библии говорится совершенно противоположное. Ни один из учеников до сих пор, вот до того места, которое мы изучаем, не понимал смысла пророчества Иисуса о своем воскресении. Ни один из них не мог осознать и уместить в своей голове, как может произойти такое нереальное и необъяснимое событие. Среди них был один человек, Фома, которого было особенно трудно убедить в этом. Но интересно, что каждый из них, когда лично встретил воскрешен Иисуса, все их сомнение и неверие развеялось как дым. И они стали верными свидетелями своего Господа. Разнеся Евангелие до края земли. Я молю, чтобы сегодня мы с вами так могли смотреть на воскрешенного Иисуса нашими духовными глазами. И исповедовать Его Господом и Богом своей жизни. Посмотрите на 19 стих. В тот же первый день недели вечера, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из-за опасения от иудеев, пришел Иисус. И стал посреди и говорит им, «Мир вам!» Как мы знаем, Иисус был казнен страшной казнью через распятие. Для всех Его учеников это был настоящий шок. Поэтому они сидели в заперти и ожидали, когда же придут за ними так же. Каждый шорох загонял их сердце в пятки. Но, удивительно, в этот день с утра начали происходить странные и непонятные события. Сначала выяснилось, что гроб, несмотря на охрану, оказался пустой. Причем пелены и плат лежали в нем свернутые, как они были намотаны на погребенного. Потом Мария прибежала и начала рассказывать, что видела Иисуса, и Он скоро встретит своих учеников. Казалось, ученики должны были сразу вспомнить слова Иисуса о воскресении. Но они решили, что Мария не в себе от горя. И продолжали сидеть в заперти и трястись от страха. Именно в этот момент Иисус явился им. Аминь. Для них, наверное, было самое стыдное время. Хотя двери были надежно заперты, Иисус спокойно прошел и стал среди них. Можете представить себе удивление учеников. Как такое может быть? Во-первых, они сейчас размышляют о мертвом Иисусе. А во-вторых, они хорошо знают, что все двери и окна надежно заперты изнутри. И к ним невозможно попасть снаружи. Но явившийся Иисус был не просто ожившим человеком. Иисус воскрес уже в новом славном теле, для которого нет ограничений. Аминь. В теле, которое не зависит от времени, от пространства. Никакие двери не могут помешать ему. Он может одновременно являться многим людям. Аминь. Как мы слышали вчера в словах, да? Явился более, нежели 500 братьев в одно время. Ему не нужно по очереди ходить по церквям. Сначала наше, завтра, послезавтра, третью. Так, за год, может быть, обойдет на Украине церковь только. Или в Одесской области. Он пребывает в нашей церкви одновременно. В тысячах церквях по всему миру. Аминь. Так же Он живет в моем сердце, в вашем сердце. И одновременно в сердце каждого, принявшего Его своим Господа. Аминь. Но что удивительно, Он не был просто Духом. В то же время ученики могли видеть, трогать Его, когда Он сказал им, посмотрите на руки мои, на ноги мои, это Я Сам. Осяжите меня и рассмотрите, ибо Дух плоти и костей не имеет, как видите у меня. Потрогайте меня, если вы не верите, так сказал им. Более того, Он даже кушал мед и рыбу вместе с учениками. Как это можно представить? Я не могу вам объяснить. Наши дети на детском богослужении, все очень мечтают попасть в Царство Бога, потому что там будет такое славное тело, летишь куда хочешь. Даже если упадешь, все равно не больно. Поэтому они все мечтают туда попасть. Наверное, мы только такой верой тоже можем принять это. Аминь. Но одно ясно. Когда ученики увидели воскрешившего Иисуса, когда они увидели раны на Его руках и ногах, ребрах, у них уже не было сомнения, что это их учитель. Аминь. Они очень обрадовались. И все говорили пропустившему собрание Фоме. Мы видели Господа. Аминь. Все мы знаем Фому как Фому неверующего. Но на самом деле Фома был очень искренний, вдумчивый и рациональный человек. Трагическая смерть его любимого учителя повергла его в глубокую печаль. Возможно, он не хотел ни с кем разговаривать и решил сам на сам остаться со своим горем. Поэтому пропустил общее собрание. Если бы он был со всеми, несомненно, он увидел бы воскрешившего Иисуса и поверил бы в Него, как все другие ученики. Но так всегда бывает, когда человек оставляет свое собрание. Ему труднее верить и дольше приходится учиться. Нельзя сказать, что Фома не верил в Иисусу. Он верил. Он любил своего учителя. И как другие ученики, принял его посланным Богом-мессием. Но у него было одно «но». Его разум столкнулся с непреодолимым препятствием. Это что? Это воскресенье. Это воскресенье. Как мертвый человек может воскреснуть? Даже самый хороший, самый добрый человек умирает, и никто не может вернуть его к жизни. Это закон природы. Это закон жизни. Фома своими глазами видел, как распинали его учителя. Как забивали гвозди в его руки и ноги. Как прокололи копьем его сердце. И оттуда вытекла кровь и вода. Как он может верить, что Иисус снова живой? Поэтому он очень искренно и честно заявил. Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки мои в ребра его, не поверил. Он требовал явных доказательств факту воскресенья. И это выглядит очень разумно. Но с другой стороны, если мы подумаем, у него уже было множество доказательств этого. Каких доказательств? Каких? Во-первых, сам Иисус не один раз говорил о своей смерти и воскресенье. А Иисус хоть раз его обманывал? Иисус хоть раз обманывал? Значит, в Слово Иисуса можно верить. Но Фома отверг Слово Иисуса. Во-вторых, все Писание свидетельствует о воскресенье Мессии. Писание – это Слово Бога. Слово Бога можно верить. Аминь. Но Фома отвергал это свидетельство. В-третьих, еще и в-третьих, десять его лучших друзей говорят ему, «Мы видели Господа». Аминь. Десять друзей. Можно верить? Аминь. Давайте вместе. Можно верить? Аминь. Давайте вместе. Вы тоже. Мы свидетельствуем. Мы видели Господа. Начнем? Мы видели Господа. Можно верить в это свидетельство. Конечно, можно. Но Фома отказывался верить. Это не только о Фоме говорит. Это показывает наш ограниченный разум. Как часто мы отвергаем множество явных свидетельств и требуем еще, еще, еще доказательств, оскорбляя Бога о своей неверии. Как часто мы бываем настолько уверены даже в своей глупости и заблуждении и считая всех остальных глупыми и заблудшими. На самом деле я такой, но я считаю остальные такие. Нам нельзя быть настолько уверены в свой опыт, в свое знание, в свои чувства. А нам нужно быть уверены в Слове Иисуса. Аминь. И в Слове Бога. Аминь. Глядя на такое неверие, Фому нужно было исключить из 12. Вместе с Иудой, который повесился. Но Иисус не отверг его. Аминь. Поэтому не переживайте, как у мало веры, просите Иисуса. Аминь. Посмотрите на 26 стих. «После восьми дней опять были в доме ученики Его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, встал посреди них и сказал, «Мир вам!» Через восемь дней Иисус еще раз пришел. Специально для одного Фомы. Для того, чтобы помочь ему и укрепить его веру. Аминь. Посмотрите на 27 стих. Давайте вместе прочитаем 27 стих. Начнем? «Потом говорит Фоме, подай перст твой сюда, и не посмотри руки Мои. Подай руки Твою, и не ложи брега Мои, и не будь неверующим, но верующим». И не будь неверующим, но верующим. Аминь. Если Иисус ругал Фому, то это было очень мягкое ругательство. Если бы я ругал, наверное, чуть-чуть пожелче. Иисус дал ему все необходимые свидетельства, чтобы Фома преодолел свое неверие. Иисус увещевал его быть верующим, а не быть неверующим. Я не думаю, что Фоме в тот момент нужно было вставлять пальцы в раны Иисуса. Только увидев своего Учителя, он уже все понял. Аминь. На самом деле, если Иисус воскрес, победил смерть, это говорит о том, что Он есть, Бог, Творец. Аминь. Только Творец законов природы может нарушить их. Аминь. Только Создатель жизни может победить смерть. Аминь. И даже сам вопрос Иисуса открывал, что Он хорошо знает мысли и сердце Фомы. Он не говорил, вложи пальцы в ноги, потому что Фома не просил, но Фома сказал, в руки и в ребра. Иисус так и сказал, давай, вложи руки, давай в ребра, посмотри. Он хорошо знал мысли Фомы, его сомнения, его неверия. Это также прямо свидетельство о Его Божественности. Аминь. Поэтому в ответ на слова Иисуса Фома сразу воскликнул. Господь мой и Бог мой. Аминь. Давайте еще мы все вместе начнем. Господь мой и Бог мой. Это была Его исповедь веры. Его символ веры. Очень короткий, но очень глубокий и точный. Можно сказать, что Фома даже лучше и глубже других учеников познал воскрешен Иисуса. Аминь. Он убедился, что Иисус Бог. И сам факт славного воскресения был этому доказательством. И он принял Иисуса Господом и Хозяином своей жизни. Аминь. И дальше до самой смерти он служил Иисусу как Его верный свидетель. Аминь. Аминь. Есть апокриф деяния Фомы. Хотя это всего лишь предание, но там вполне может быть тоже часть истории. Там рассказывается, что после вознесения Иисуса ученики, они разделили весь мир, кто куда пойдет проповедовать. А Фоме попалась Индия. Но Фома, как всегда, упрямо не хотел идти. Как можно идти там, где даже ни одного еврея не живет? Поэтому он не хотел туда идти. Но в то время в Иерусалим приехал из Индии один торговец. И царь послал его для того, чтобы найти плотника. Искусного плотника. И привезти его в Индию. И когда этот торговец искал на рынке плотника, к нему пришел Иисус. И сказал, у меня есть очень хороший плотник. Потому что Фома был плотником. И они составили договор, что я, Иисус, продаю моего раба Фому. И договорились о сумме, заплатил. Потом он приходит к Фоме и спрашивает, Иисус, твой господин? Он говорит, да. Я тебя купил у него. Мы должны ехать в Индию. Фома всю ночь молился. И утром поехал в Индию. В первую. И благодаря ему там в Индии образовалась первая царь. Это история очень хорошо показывает характер Фомы. Ему нелегко было слушаться, повиноваться, как нам. Но он должен был все хорошо обдумать, взвесить, рассчитать. Но когда он уже решился, то его невозможно было остановить в его вере и его послушании. Поэтому он не только в Индию, а говорят, даже он до Кореи дошел. Даже в Корее проповедовал. Только Индию. Фома получил такую веру и стал таким великим служителем, когда лично увидел Иисуса. Аминь. Когда лично удостоверился в его воскресенье. Аминь. Мы также часто думаем, если бы мы видели какое-нибудь чудо или сверхъестественное свидетельство, то точно бы верили. Кто так думает? Я думаю, все так думают. Я тоже так думаю. Если бы чудо видел, то точно верим. Но, оказывается, не все, кто лично видели Иисуса, поверили в него. Не все, кто испытывали его чудеса, не все, кто ели хлеб, который он умножил на горе, не все, кто видели чудесное исцеление, стали его учениками. Наоборот, большинство оставили его и даже стали соучастниками его распятия. Аминь. На самом деле, это большая благодать лично видеть и потрогать Иисуса. Но для нас, для меня и для вас Иисус приготовил еще что-то более благодатное. Аминь. Посмотрите на 29 стих. Давайте вместе прочитаем. Начнем. Иисус говорит ему, «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженны, невидевшие и уверовавшие». Иисус говорит, «Блаженны, невидевшие и уверовавшие». Мы не видели воскрешившего Иисуса в теле, но у нас есть множество доказательств, которые были у Фомы. Какие? Помните, какие? У нас есть свидетельства апостолов. У нас есть даже свидетельство Фомы, который не хотел верить. У нас есть свидетельство Библии. У нас есть свидетельство Слова Иисуса, записанного в Евангелии. У нас есть свидетельство множества верующих. Вчера мы услышали прекрасное свидетельство. Это свидетели воскрешившего Иисуса, которые говорят нам об этом. Аминь. Перед лицом всех этих свидетельств у нас есть выбор. Остаться неверующим и искать оправдание своему неверию. Или вместе с Фомой исповедовать. Как исповедовать? Господь мой. Мой. О. Иисус говорит, блажены невидевшие и уверовавшие. Принять Иисуса Господом и Хозяином своей жизни это самая большая радость и счастье для нас. Аминь. На этой конференции мы слышим много свидетельств о воскрешенном Иисусе. Поэтому не будем ожесточать свое сердце и говорить, пока не вложу свой палец в раны от гвоздей, не поверю. Или пока не услышу голос с неба, не поверю. Есть еще умнее. Пока не получу от Бога машину, дом, или там жену, не поверю. Примем Иисуса нашим Господом и Богом. Аминь. Примем Его Хозяином нашей жизни. Аминь. Тогда мы сможем увидеть все чудеса, всю силу и славу воскрешенного Иисуса. Аминь. Я сам в какой-то мере похож на Фому. Только не в хороших качествах, хотя бы похуже. Не раз меня раньше называли Фомой неверующим. Я всегда скептически относился ко всему, что нельзя научно объяснить и доказать. Но по милости Иисус работал в моем сердце. Когда я изучал бытие, вначале сотворил Бог небо и землю. Для меня стало настолько очевидно, что Бог сотворил эту землю. А все научные, в кавычках, теории настолько глупые и бессмысленные. Я увидел, что наш мир создан мудрым и любящим Творцом. Аминь. И я в том числе. Аминь. Когда я первый раз каялся в своих грехах, читая свидетельства, мы тогда ехали в Киев. В Астрян, в Астре Грейс, я и Матфей. Мы всю дорогу пели песни Любая с пастрем Матфеем, потому что еще других не знали. Но когда я исповедовал Иисусу мою похоть, мои грязные мысли, мою ненависть к Отцу, я ясна? получил прощение от Воскресшего Иисуса. Аминь. Это было для меня ясное свидетельство, что Бог живой и что жертва Иисуса на кресте не напрасна. Аминь. Много раз в учебе, в работе, в области армии, в любом другом, я видел работу Воскресшего Иисуса, который вел мою жизнь. Аминь. Однажды в 2000 году мы проводили здесь, в Коблево, только на другой базе отдыха, конференцию. Юноша встань. Тогда было очень много братьев, практически не было сестер. Я тогда готовил проповедь, я уже не помню, наверное, о паралитике. Перед проповедью постерам сказал, мне, тебе надо только молиться, все оставить, только молиться. Когда я молился в тот момент, я тоже ясно чувствовал, А, Воскресший Иисус рядом со мной. Аминь. У меня появилась такая уверенность, Бог есть, Бог всегда со мной. Чувствую я или не чувствую, я знаю, что Бог ведет мою жизнь. Аминь. Поэтому после этого, когда приходили сомнения или неверие, я всегда вспоминал это событие. И я знал, что Иисус рядом, поэтому Он давал силу проходить их. Аминь. В конце этой главы написано, сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий. Аминь. И веруя, имели жизнь во имя. Аминь. Бог оставил нам свое слово. Евангелие для того, чтобы мы верили Иисуса. Аминь. Бог оставил нам свидетельство апостолов для того, чтобы мы верили Иисуса Христа. Аминь. Бог дал даже нам пример неверующего Фомы для того, чтобы мы верили воскрешего Иисуса. Аминь. Это горячее желание и воля Бога, чтобы никто из нас не погиб, но имел вечную жизнь в Иисусе Христе. Аминь. Давайте сейчас мы так же исповедуем на Иисусе Христа. Мы говорим Господь мой, Бог мой в моем сердце. Начнем? Господь мой, Небо мой. Я молю, чтобы это исповедание было не только в наших устах, но оно было в нашем сердце. Аминь. И воскреший Иисус стал нашим Господом и управлял всей нашей жизнью. Аминь. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарим за Иисуса, который сейчас пребывает с нами, который воскрес из мертвых в славном теле, который пребывает в нашей церкви, который пребывает на нашей конференции, который пребывает в сердце каждого принявшего Его Господа и Спасителя. Аминь. Мы также исповедуем, что воскреший Иисус есть наш Господь. Аминь. Воскреший Иисус есть наш Бог. Аминь. Мы хотим доверить Ему нашу жизнь, чтобы Он руководил, управлял Ею для Своей славы. Аминь. Благодарим за это время, за эту конференцию. Молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Аминь.